МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На 20% перевыконали план. Так само сирот лидеров по темпах сяубы – Ветковский, Гомельский, Калинковицкий, Мазырский и Хонецкий районы, где пересекли экватор работ. По оперативных датинах посел яровых культур урагиони выконаны на 10% от плана. Под яровую сяубу селит отведено 550 тысяч ектаров. Ранние зерневые и зернебобовые будут посеяны на 150 тысячах. Лязгасы Гомельской области плануют нарыхтовать селита каля 2 тысяч тонн берозового соку. Зараз собрана каля половы. Сок поставляются на перепроцовку и продаются насильництву. Про то и як идея. Нарыхтовка в Мазырском районе – наступный репортаж. Нарыхтовка берозового соку для сны господарок района – традиционное весновое мероприемство. А з уликом того, что берозовые гайи займают каля 30% усягу лязного фонду, лязгасы отримавливают и значную экономичную выгоду. Мы планируем собрать 130 тонн. Основными потребителями это являются предприятия Белпищепрома, Сауштин продукт и Ельский консервный комбинат. На сегодня все тонны заготовлены, сданы им 20 тонн. Это своя особливая фабрика по вытворчасти берозового соку на базе Михалковской лесной господарки. И она працует уже тыдень. Звычайно, на рыхтовку напою начинается крых ураней. Подчас саковицкой аглии, когда растает снег и набухают пупышки. Але сё лето на дворье изменило гэты термин. Каб не принести шкоду берозам, лязгас на рыхтовывая сок, выключна по технологии только у вызначенных для гэтага местцах. Я незвычайно далекие от трасс и дорог. В планах лесничества собрать 25 тонн. Ну, планы – это планы. Как получится, по погоде будем видеть. Перед сокодвижением может быть и полтора месяца, а может быть и одна неделя. Поэтому всё зависит от того, как быстро распустятся листья. Сбором соку можно займаться, поколь не распустятся листья. Звычайно, это отбывается у другой полови красавика. Тому засталося не шмат часу. И тем, кто ещё не поспел на запасе биорозовик, треба поспешаться. Продаж напою на сельницу и одеться у кожным лесництве. Если человек хочет бесплатно получить сок, пусть обращаются в лесничество, ему укажут участки, где можно заготовить. А если за цену, то чисто символическая плата – тысячу рублей за один литр. Илона Шавловская, Вячеслав Препеснов, телеканал «Мазыр» специально для телерадиокомпании «Гомель». Дарыши на двор и у першой полови гэтагаты дня не порушить планов аграру и работников лесной господарки. Будет сухо и сонечно. А вот ближе до выходных пройдусь дожжей, максима перши на вольнице. По прогнозах областного гидромедцентра в ближайшие сутки шакается пераменная воблашность. Безопадка у нашей ранится местами слабый туман. Температура поветра складе от нуля до пяти тепла у нашей и 14-19 в день. У сираду шостого красавика слубки термометра уздымутся до плюс 8 в ночи, до плюс 23 в день. У шостер будет до 22 с плюсом, а ли пройдуть дожжей на вольнице. Восьмого и девятого красавика на двор я будя маллетняя до 12 с плюсом у ночи и до 25 в день, местами опадки. Отповедный характер на двор я заховается до конца ты дня. Новые працонные месты и рентабельностью 25%. У Рэжевским районе побудованный свинокомплекс на 24 тысячи голов. Инвестиции склали каля 437 миллиардов рублёв. На место побывал наш корреспондент Яуген Пабалавец. Новый свинокомплекс с замкнённым вытворчим циклом створены на базе агрокомбината «Холмич». Инвестиции склали боч за 400 миллиардов рублёв. Будовництво вялось у рекордные терміны. «Холмич для будовництва выбраны не выпадкова. А городок неофицийно лишится аграрной столицей Рэжевских районов. Тут давно идуть у нагу с часом. Наприклад, корм для живёл раздают роботы. Синокомплекс так само побудованный по самых сучасных технологиях». Огороджа, каб на территору не трапляли дикие живёлы, санитарный контроль, повная автоматизация процессу, репродукторная и откормочная фермы, гная-сховиша, очищальное сбудование и цех глубокой перепрацовки мяса. Усё по самых передовых технологиях и с обсталяванием от ведущих европейских вытворцев. «Согласно проектной документации по проекту, мы должны выйти на проектную мощность в конце этого года, полностью заполнить поголовье. Потому что в мае месяце у нас же проведён тендер, в мае месяце мы будем ставить это маточное поголовье». Будовництво новых свинокомплексов обумовлено необходностью повеличения поголовья. По краине их будет побудовано яше 12. Могутность свинокомплекса у Холмиши – 24 тысячи голов. Термин окупности проекта – 9 годов. Рентабельность вытворчасти плануется у помера 25%. Новые опрацованные мессы отрымают 50 же хоров агрохородка. «Кроме агрокомбината Холмиш планируется ввести в этом году эксплуатацию «Хальш» птицефабрика на 22 тысячи мяса птицы в год. Будет создано 160 рабочих мест. И птицефабрика особенно – это самозначимая». У целом у Гомельской области у Глине сельской господарки до конца года створць больше за 600 новых працовных мессов. Новые сельгаз-абъекты з'явятся амаль во всех районах. Яуген Пабалавец, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель». Протягуем выпуск. У Гомеля обмерковывается махшимость поширения Интернациональной и Пролетарской улицы, так само будовництво трех падземных пешеходных переходов на площади Ленина. Об этом сегодня журналистам рассказали подчас брифингу, який пройшел угар в Иконкаме. Термины «Початку работ» покуль не вызнашены. Сама махшимость поширения центральных улиц города специалистами агучивается. Однако зараз ведутся только передпроектные работы. Это обгрунтование укладания финансовых сродков и распроцовка документации. Только по завершении этой процедуры станет вядома, какие конкретно смены шакаются в улице, так само эти будут створены падземные пешеходные переходы на головной площади города. После этого, когда будет разработана предпроектная документация, тогда принимается решение, либо строить, либо не строить. Если строить, то как. Тогда объявляется процедура на проектные работы, начинается проектирование, ну и последующее строительство. До инших справ. У Гомельским городским социально-педагичным центры пройшел день открытых дверей. На мероприемство были запрошены представники предприемства и организации областного центра. Специалисты установы продемонстрировали свой опыт по выращению ситуации семейного недобробыту. Семьи, которые злоуживают алкоголем, не могут забеспечить полноценное выхование детей. У комиссии по справах неполнолетних лишат, что до профилактической работы повинны больше активно долучаться процедурные коллективы. Основная мета – оборона детей, о каких часов, а у некоторых выпадках, и на зауседы отбирают у батьков. У Гомеля отбылся заключенный этап взлета юных сябра умели. 200 школьников из всей области выпробовались обеуведение закону и приема рукопашного боя. Заходом с поборництва у Саршила Ганна Ковалева. Люди в форме, экспонаты из музея криминалистыки и узоры с оправдной сброи. Гомельский державный профессийный политехничный лицей на один день стал подобный на отделение внутренних справ. Установа стала пляцовкой для проведения областного взлета юных сябра умели. В принятии ему дел приехали 200 школьников из всех районов области. За звание лепшей смагались 25 команд. Проведение взлета юных друзей милиции ставит перед собой две задачи. Первая – это, конечно же, профориентационная работа на профессию милиционера, что немаловажно сегодня. И вторая задача – это, конечно же, занятость детей, которая позволяет отвлечь ребят от улицы. Идея заснования взлета заявилась два года тому. Организаторы сразу вырошли обовязково протягивать до удела детей, которые потребуют повышенной педагогичной уваги. На этот раз такие школьники были у каждой из команд. Что радует руководство ВУД и Гомельского универсалкома и лично меня – это то, что это наши ребята сделали свой выбор. Пусть не каждый из них станет милиционером, не каждый станет сотрудником МЧС. Вместе с тем, повзрослев, они займут правильную жизненную позицию и, самое главное, будут законопослушными гражданами. Что немаловажно, на них смотрят их сверстники, друзья, товарищи, которые тоже сделают, я надеюсь, свой правильный выбор. Визитовка команды, строевая, огневая, медицинская подрыхтовка, рукопашный бой и ведание правовых основ. Этапы взлета, подобные на экзамены во установе Адукации Министерства внутренних справ. Даже многие из этих школьников уже сегодня вызначились с будущей профессией. Мне нравится участвовать в таких мероприятиях. Меня это многому научил, я много этому научился здесь. Научился правильно маршировать, научился слушать своего командира. Критически развиваюсь, морально, даже умственно. Хочу поступить в силовые структуры Республики Беларусь, как бы я считаю, что мне это понадобится. В втором угозлете юных сябров милиции завоевали наученцы 14-й школы города Мазыра. Другое место у команды 21-й школы центрального района Гомеля. Третье у наученцев Реджерской школы номер 7. На республиканском узруне подобное споборництво по куль не проводится. Тому областный этап, по сути, изъявляется финальным. Дародший взлет юных сябров милиции заявляется на уха у Гомельщины. Таким прикладом суместной работы специалистов сферы адукации и супрацовников милиции в справе выхования сегодня может похвалиться только наш регион. Ганна Ковалева, Михаил Рабко, телерадо-компания «Гомель». У Гомеля отбылась презентация дитяших книг по основах безпеки житедейностей. Их аутер – гомельщанка Аляутина Клеймович. Больше как 15 годов она опрацовала у Центры пропаганды и наушанья про Гомельским областным управлением НС. И зараз, не покидая дорогой сердцу справы, изъявляется специалистом доброохотного пожарного товарыства. Книги Аляутина Клеймович – это мини-подрушники, которые знают детей с правилами беспешных поводинов и вучат их бережливому ставлению до природы. Усе девять выданий у прегожей иллюстрованные, а и герои – незвышальные и разностайные. Книги познайомят детей со сродками пожаротушения и спецтехникой. Нагадают номер телефона службы в воротовании на вучать головным правилам безпеки. Книжки написаны таким для деток, для детей старших групп детских садов или начальных классов средней школы, чтобы было им понятно. Книжки написаны в форме сказки. Чтобы легко читалось, легко понималось. Все герои у нас такие интересные. Вы можете посмотреть, сами убедиться в этом. А заслуженные аматорские коллекты у Республики Беларусь с цирками Авалеры Абеля означают свое 55-е годы. До знаковой даты у Палаца культуры Костюковка артисты проставили новую программу. Наши корреспонденты оценили выступление. Что такое цирк? На это питание каждый откажет по-своему. Однако для многих это место, любимое из детинства, где махчимое шарауництва и где каска становится реальностью. Цирками Авалеры Абеля это саправды уникальная з'ява. Заслуженным аматорским коллектывом нашей краины гонорация. И дети марать трапись сюда. Меня привел дядя и сначала я просто сидела на скамеечке, не знала чем заняться. Потом меня начали развивать, гимнастикой я начала заниматься. Раньше тарелочкой тоже начала крутить, так я и начала заниматься. Артистам цирка быть не просто. На сцене мы бачим веселых, энергичных людей. Их номеры з'являют и сдаётся, что и они могут усе. Однако мало кто ведает, какая тяжкая и напруженная праца попередничает у шестю на цирковый Олимп. Не глядяши на их виртуозное майстерство, это упершую чаргу простые люди, у которых так само бывают проблемы и дрыны настрой. А если выходишь на сцену, то необходимо проявлять актерский талент, забыть об усим и радовать публику. Такие ситуации бывают, но перед номером просто стоишь, слушаешь музыку, начинаешь двигаться, начинаешь сам заряжаться, это всё делать. Даже с партнершей стоим, начинаем как-то пританцовывать. Заряжаешься этим, а потом выходишь и даришь это массой. Выступления поветерных гимнастов, эквилибристыка, клоунада, акробатика, эллюзион. Жанровая разностайность з'являя, глядышам так само представили эксклюзивный аутерский концертный номер – оркестр. На сцене одночасово знаходилися усе жонглёры коллектива, які быцем проставляли собой один и симфоничный оркестр. Своим сёняшним поспехом коллектив обавязаны своему засновальнику Валерую Абелю. Гэта бут чылавек полностью захоплены своей справой. И он був вядомым иллюзионистом, однак замежами цирковой арены яго инакше их саправдным чаровником не называли. Валерой Абель покинул после себя великую спадшину семейную справу уже некольки десяти годзил, протягивая дочка Татьяна. Янага нарыться тем, что отрымалася зарабить, однаку пыль не на что напереде чекают новые вышины. Каждые, например, пять лет мы подводим какой-то рубеж своему творчеству и идём к нему. И сегодня я могу сказать, что мы это выполняем с достоинством, потому что коллектив очень известен, коллектив востребован, и нам есть что показать. Одно очень большое пожелание, которое Татьяне Валерьевне высказывает уже не один год, говорить о том, чем они занимаются, говорить о том, чего они достигают, говорить о том, что они собой представляют. Не стесняться, потому что на сегодняшний день, ну, есть такое выражение, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, а их есть за что хвалить. Это действительно уникальный коллектив, это уникальное явление, и мы гордимся тем, что он есть. Дмитрий Котов, Вероника Ворошилина, Дмитрий Радянко, телерадоакампания «Гомель». На этом выпуске завершены. У студии працавала Маргарита Швукова. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова